Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении». За время самоизоляции мы неоднократно рассказывали вам о государственных музеях страны, о том, как они переживают самоизоляцию, какие проекты у них существуют. Но на этот раз мы решили рассказать о частных музеях страны, как приходится им в этот период, многие ли из них откроются после победы над коронавирусом. Об этом и многом другом мы будем говорить с главой Ассоциации частных музеев России Алексеем Шабуровым. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Государственным музеям непросто, а частным так вообще тяжело, потому что все-таки, наверное, основной поток посетителей – это туристы из Китая, Европы и других стран. Права я или нет? Ну, абсолютно точно. Я бы даже, наверное, подобрал бы какое-то другое слово «тяжело». Это вот даже мало что говорит об этом. Тяжело сейчас вот малому-среднему бизнесу. Это люди, которые занимаются бизнесом, извлекают прибыль. А музей все-таки – это ступенька ниже. Она больше к духовному, нежели к прибыли, нежели к коммерции. Поэтому, да, очень тяжело. Вот, во всяком случае, у нас в базе на сегодняшний день тысячи музеев, 460 отработанных. То есть это те, которые находятся в каталогах, в кем мы находимся на связи, в конференциях, в общениях, получаем письма. А остальные недоработаны. То есть они находятся в базе, но мы, собственно говоря, не посещали эти музеи, не знаем, как они работают, не знаем, как они дышат. Но они есть. То есть мы с ними на связи, пытаемся как бы добить этот каталог уже такой обширный. Сама картина очень, конечно, удручающая. То есть где-то процентов 60 музеев, если не будет сделано каких-то радикальных шагов, конечно, они уйдут. То есть они не смогут подняться по одной простой причине, что, как правило, музеи делятся приблизительно на следующие категории. Первое – это когда владелец музея имеет возможность его развивать за счет своего бизнеса. Ну, например, меня возьмите. Музей мировой каллиграфии, музей… Китайского гусли и Российского гуцина. Китайского гуцина и Российский гусли. То есть два музея я владельцем являюсь. Я являюсь владельцем выставочного центра «Сокольники». То есть бизнес подпитывает мои музеи. И, собственно говоря, эти музеи, в принципе, могли спокойно существовать в течение пяти лет, не заморачиваясь на прибыль. То есть я делился, так скажем, своим бизнесом для того, чтобы людям открыть прекрасно и красиво. То есть это было несложно. Через пять лет музей пока дает какую-то прибыль. Мы вышли в ноль только через пять лет. Вот, чтобы вы понимали. Если музей делает по всем правилам, если мы говорим о том, что нужно профессиональное хранилище, нужны культурные ценности, которые должны пройти оценку. То есть получить специальный сертификат в Министерстве культуры, либо специально обученными людьми, кто может дать этот сертификат наличия культурных ценностей. И третье, соответственно, часть музейной экспозиции должно быть поставлена в негосударственную часть музейного фонда, чтобы называться действительно музей-музей. Но плюс еще это некоммерческая структура, это частное учреждение культуры. То есть должна быть еще регистрация, правильная администрация. Это тоже требует определенных усилий, навыков, знаний, чтобы это все получить. И вот такие музеи, это, в принципе, музеи, которые выстоят эту пандемию. То есть, понятно, владельцы имеют четко заданный вектор, но этих музеев мало. В каждом регионе по четыре, по пять, по десять музеев максимум. Если брать Ярославскую область, мы говорим сразу, там село Вятское, там большой музейный комплекс из 13 музеев, Олег Алексеевич Жаров. Конечно, он великолепный бизнесмен и талантливый предприниматель. Он содержит и сохранит эти музеи. Но взять категорию ниже, когда человек открывает музей не для прибыли, а чтобы поделиться красотой, культурными ценностями, нашими, знаете, необыкновенной глубиной нашей культуры, той культуры, которую никогда государственные музеи не смогут взять. Потому что они, во-первых, первое, забюрократизированы, ну, по понятным причинам, потому что есть определенные протоколы, правила. И быстро меняющаяся историческая обстановка, они не могут на нее реагировать, ну, в промежутке, там, 10-40 лет. Ну, например... Алексей, можно я вас прошу? Вы сказали, что вы бизнесмен, да, вы занимаетесь бизнесом и с помощью этого подпитываете свои музеи. Скажите, а в какой области у вас бизнес? Это выставочная индустрия, конкретно выставочная деятельность. Та, которая сейчас встала. Вот у нас выставочные площади, которые сейчас находятся в Сокольниках, они переоборудованы под госпиталь. То есть, грубо говоря, сам бизнес уже не существует. Скажите, ну, рано или поздно госпитали, я надеюсь, уйдут с культурно-выставочных пространств. И как вы думаете, люди охотно пойдут в музей, на выставки, либо еще долгий промежуток времени люди будут бояться посещать музеи? Ну, вы знаете, сложно ответить. Вы знаете, действительно сложно ответить. Потому что впереди осень и неизвестность. То есть, вроде хочется верить в лучшее. Но вы же понимаете, если будет вакцина, это один разговор. Если не будет вакцины, или эта зараза будет адаптирована к этой вакцине, как гриль, да, то ограничения и так далее, там подобно, они коснутся. И протокол поведения людей в музеях коснется и частных музеев. А это значит уже, опять же, доходная часть упадет в два раза. Ну, я имею в виду по той же посещаемости. То группа, например, туристов могла приехать на автобусе и за раз посетить музей. А здесь эта группа будет проходить там 5-6 часов, потому что есть ограничения по дистанции. Понимаете, да? То есть, это вот очень все тонко. Если государственные музеи, там, они справятся с этим за счет государства, то частные, конечно, не выстоят. Просто психологически, я думаю, люди могут нагломиться и не выдержать. Алексей, вот, кстати, государственные музеи. Государственные музеи работают сегодня в интернете, как и очень многие, да? Их обязывает государство. Делайте программы, отчитывайтесь. Мы же все прекрасно понимаем. А частные музеи, много ли вы знаете музеев, которые ушли в онлайн? Либо нет, люди находятся, ну, как бы в подавленном состоянии и практически ничего не делают. Ну, вы знаете, вот частные музеи отличаются от государственной выдумкой, находчивостью, харизмой и необычным подходом. Да, кто на что гораст. Все пока карабкаются, что называется, потому что все хотят и надеются, что все-таки ситуация переломится к лучшему. 80% музеев все-таки так или иначе попробовали себя в онлайне. У нас специально была организована конференция, то есть какими инструментами пользоваться, как завлекать, как транслировать, какими ресурсами пользоваться на раскрутке этих вот направлений. Мы сами провели мастер-классы в музее каллиграфии, в музее наших гуслей. То есть преподаватели рассказывали, и достаточно успешные были уроки. Но надо сказать одно, что вся эта трансляция идет только на что? На поддержание той публики, которая придет к нам в музей. Она бесплатная, потому что она непрофессиональная. То есть нет профессиональных платформ, где, вы знаете, заходишь на какую-то платформу, и там урок стоит столько-то, столько-то. Потому что это что-то новое, это необычное, и музеи с этим сталкиваются впервые. И здесь больше идет это на поддержание имиджа, поддержание той аудитории, которая, возможно, вернется в эти музеи, принесет денежку за вход, заплатит за сувенирную продукцию. То есть это вот больше на это направлено. Здесь больше затрат, чем прибыли, так скажем. Да, я вас поняла. Но я понимаю, что строить перспективы на будущее непросто. Очень непросто. Не только частным музеям, но даже государству. У нас, кстати, не так давно было интервью с одним из руководителей Третьяковской галереи. И они сходятся во мнении, что посетители будут бояться идти в музеи. И, может быть, еще более-менее в крупные музеи будут ходить за счет того, что легче соблюдать социальную дистанцию. Маленькие музеи им придется непросто. Потому что выдвигаются определенные требования. Сколько-то там метров должно быть. А если музей сам по себе крошечный, то он может пустить одного посетителя, двух и не более того. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что строить планы на будущее сложно, но тем не менее, вы сказали, что все карабкаются, все стараются думать о лучшем. Во-первых, ваш прогноз. Как вы думаете, когда мы сможем вернуться к привычной культурной жизни? И то, что 60% частных музеев к этому не вернутся, я уже поняла. Скажите, пожалуйста, искусство больше уйдет, и музейная деятельность в онлайн получается? То есть мы будем больше, может быть, виртуальные музеи создавать, нежели реальность. Вот прям давайте совсем в будущее посмотрим. Любовь, ну вот помните, Google в свое время делал интересный проект, ведущие музеи мира, вот в онлайне были интересны в 3D, ведь по большому счету небольшим успехом это все пользовалось, потому что нет контакта с экспозицией, и все-таки слово онлайн, оно звучит немного реже. Одно дело, там мастер-класс, и ты выходишь на общение с каким-то человеком, чтобы подчеркнуть знания, а другое дело, все-таки музей – это некая атмосфера, вы же понимаете, попадая в атмосферу, ты и чувствуешь себя по-другому, вот. Это другие впечатления, другие эмоции, поездки. Алексей, а можно вот я вас перебью, да? Я имею в виду другое. Например, человек покупает билет в музей, это виртуальный билет, вместе с билетом ему в реальности приходит какая-нибудь посылка, он одевает 3D-очки, он руками что-то трогает, у него даже, может быть, какой-то запах есть, он погружается в эту новую реальность, он что-то ощущает, да? То есть я имею в виду совсем вот такие формы, это даже могут быть такие же в дальнейшем, да, онлайн-путешествия, на Мальдивах оказаться, или еще где-нибудь, или на Байкале у нас, и вот также посещение музея. Может быть, я фантазирую, это бред, извините, но реальность так меняется, что что-то к ней придумаешь. Ну, хорошая фантазия, красивая, я с вами целиком полностью соглашусь, если не будет альтернативы, то только будет такая альтернатива, вы же понимаете, так же, как обучение, не будет физического обучения, значит, будет обучение онлайн и точка. И здесь, конечно, будут прорываться IT-технологии, компании крупные, чтобы нас ввести более или менее в реальность. Может быть, дети будут одевать те же очки и находиться виртуально в классе. То есть я, ну, это, конечно, очень грустно, вы же понимаете, что это беда. То есть это потеря, ну, хорошо, фантазии правильно, очень красивые. Кто будет пользоваться этими технологиями? Ну, конечно, крупные музеи, государственные музеи. О частных музеях, вот о срезе вот этой корневой культуры можно будет забыть, понимаете? То есть о тонкостях. Я даже не знаю, какой вам пример привести, чтобы вот задело было, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Ну, вот хороший пример. Марценюк Иван из Карелии. Частный музей «Бессмертный полк Ваала». История очень такая, драматичная. После Великой Отечественной войны наших ветеранов старались убрать из крупных городов, я имею в виду израненных ветеранов, у кого не было родственников. Их ссылали в какие-то пансионаты. Ну, знаете вот эту историю, там, на периферии, чтобы ветераны не показывали свои изуродованные тела и родственников не было, надо было что-то делать. Такий ряд пансионатов был создан в разных регионах Российской Федерации. Вот Ваня жил как раз рядом с этим пансионатом, мальчиком еще когда был. Ну, к нему заходит дядя Володя и рассказывает страшную историю, в каких вот невыносимых внуках живут эти люди. Вот они, у них награды рядом, вот они кушают там чуть ли не с пола. Вот он привел такие страшные примеры. И один из художников в 1974 году сделал зарисовки этих людей, ну, лица. Ваня так тронул эту историю, он не мог поверить, что вот люди, ну, пионер он был тогда, да, там, патриотические фильмы, на всем этом фоне, рядом с ним есть пансионат, где живут эти люди с отрубленными руками, ногами, с увеченными телами, к которым нет должного отношения. Их поили водкой, чтобы они там не кричали. Ну, это было ужас, вот то, что рассказал ему дядя Володя. И он нашел этого художника с этими картинами, который передал вот эту эмоциональную гамму этих лиц. И он начал вырезать со слезами на глазах весь этот полк вот этих вот людей. Каждую картину он знает поименно. Вот эту бабушку или дедушку, или вот ветерана. И он сделал такую красоту. Когда эта красота стояла у меня на выставке, любовь, не поверьте, я мужчина такой достаточно адекватный, я заплакал. То есть после его рассказа я стоял, у меня внутри все клокотало, понимаете? Приехал к нам министр культуры, Мединский тогда на открытие. 20 минут он не мог отойти от этой экспозиции. 20 минут. Ну, хотя мы все знаем, что чиновники обычно приезжают все-таки, ну, формально открыть выставку, посмотреть, уйти. 20 минут. У меня есть кадры и фотографии на нашем сайте Ассоциации частных музеев и видеофото. Глаза людей, мужчины стояли, рыдали. Нельзя это передать по онлайн, понимаете? Надо видеть Ваню, который рассказывает, видеть его руки, которыми он вырезает. Он не художник, он просто вот человек. Он сделал такой великолепный музей, который хранится у него в сарае. И два раза в год или три раза в год он выезжает по городам перед 9 маем, чтобы напомнить людям вот об этом ужасе, который вот был и царил. Через вот эти вот изувеченные тела людей, перенесенные на дерево. Я такого не видел никогда, понимаете? Ни в одном государственном музее, ни в одной стране мира это вот Ваня должен быть уникальным с его руками, понимаете? С его идеей, с его болью, вот эта история и вот этот вот музей, посвященный вот этому вот отрезку нашему времени, понимаете? Алексей, вы знаете, я категорически против всего этого онлайна, поверьте мне. Мне больше всего хочется... Я просто говорю, что сколько мы лишаемся эмоций и красоты, а самое главное, что не будет этого Ваня с этим музеем, понимаете? Никто не будет вспоминать, а как это было, потому что это надо видеть. Он рассказывал о других пансионатах, поющие берега. Там относились к этим воинам по-другому. Их в колясочках, в корзиночках выносили на берега, и они пели. И когда теплоход проплывал, они знали время, вот эта песня раздавалась от берегов, не было видно людей, но берега пели. И вот назывался этот пансионат, поющие берега. То есть он приводит разные примеры. И вот это все надо видеть и слышать, и понимать. Вот этого мы лишимся. Вот и частный музей, чтобы вы понимали, вот это и есть глубина и красота. Ее нельзя перенести никуда. То есть надо видеть глаза Вани, его рассказ, его руки и его работы. И тогда можно ощутить, что такое корневая культура, и что такое настоящий частный музей в понимании в глубоком. Именно частный музей. Не музей, извлекающий прибыль, и ищущий выгоду, а музей вот с глубиной такой вот русской души, понимаете. Вот такой пример. Хорошо, что у меня... Алексей, очень грустный пример, честно говоря. И, ну, реальность она такова. Что было, мы знаем. Что будет, мы увидим. Ну да, но он не грустный. Он наоборот как раз, это же струны души. Это же наше отношение к стране. Это наше отношение к войнам. Это наше отношение к войне, к этой, в конце концов, понимаете. Алексей, спасибо вам большое за то, что вы вышли с нами на прямую связь. Я хочу пожелать вам и всей вашей ассоциации, куда входят тысячи частных музеев по всей стране. Ребята, держитесь, и после даже самой темной ночи наступает рассвет. И, вы знаете, может быть, ситуация в жизни изменится таким образом, что мы сами не поверим к тому расцвету частных музеев, который может быть. Что нам остается? Нам остается верить только в будущее. В лучшее, в будущее, в светлое. И я уверена, что люди, которые знакомы с этими частными музеями, они обязательно их поддержат. Своим вниманием, своим присутствием, своим участием каким-то. Спасибо большое, Любовь. Спасибо огромное. И я в дополнение просто хотел сказать пару слов. Мы сейчас готовим письмо в региональные отделения министерств культуры, губернаторам, федеральной власти. Здесь даже не деньги сейчас нужны частным музеям, чтобы вы понимали. Хотя бы информационные программы о частных музеях на местах. Если удастся это пробить, то, думаю, что руки у этих 60% просто не опустятся. Понимаете, если будет в губерниях созданы программы частные музеи, если на телеканале «Культура» будет создана программа по уникальным частным музеям, этого будет достаточно, потому что деньги в данном случае не решат ничего. Кому-то больше, кому-то меньше, у кого-то одна форма собственности, у кого-то другая. Поэтому еще раз спасибо огромное за тот посыл, который вы дали. А я вот сказал то, что хотел сказать, на самом деле. Спасибо вам большое. Удачи. Все получится. Мы вас верим. Спасибо вам большое. Спасибо, Любовь. Спасибо. До свидания. И в завершении программы, дорогие друзья, если у вас есть любимый частный музей России, о котором вы хотели бы рассказать, пожалуйста, пишите нам в комментариях под этой программой. Мы будем рады прочитать о таком музее. История, которая впечатлит нашу редакцию, обязательно будет отражена в нашем эфире. Обещаем, что мы свяжемся с директором этого музея. И, может быть, даже как-то виртуально покажем экспозицию музея. Берегите себя. И до новых встреч на телеканале «Русский мир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова